Ограждение стадиона «Спартак» украсили картины. Юрий Никифоров, Георгий Поплавский, Владимир Самочернов, Олег Савичев. Несколько десятков полотен, словно портал в прошлое. Со дня на день над главными магистралями повесят пёстрые растяжки. Возле Вечного Огня и на Площади Победы появятся композиции из флагов. Бобрыз готовится к 9 мая. На сегодняшний день осуществлена флажковая иллюминация улицы Минска, Георгиевский проспект, улица Интернациональная. Ведутся работы по косметическому текущему ремонту памятников воинских захоронений. Фонари на Минской украсили звездами. 40 светодиодных конструкций растянулись на километр от Георгиевского проспекта до Социалистической. Это сейчас звезды за моей спиной практически сливаются с небом. Уже 8 мая символы Победы засияют в цветах белорусского флага. Также в преддверии праздников будет существующая праздничная иллюминация города, включена в полном объеме. В первом и втором троллейбусах зазвучали аудиоэкскурсии. Остановки также преобразились. Наклеили 16 тематических баннеров. Плакаты с символами Победы висят на витринах магазинов, украшают двери отделений почты и аптек по всему городу. 34 жителя города Бобруйска приняли участие в республиканской акции «Беларусь помнит». Разработаны баннеры, которые вы можете увидеть на экранах города Бобруйска, на пресечении улиц Минска-Октябрьская и около центрального входа в Бобруйский городской рынок. Впервые день Победы пройдет в разгар пандемии. Бобруйчане относятся к этому с пониманием. Здесь мне что-нибудь, может, фильм посмотрим про войну, что-нибудь еще расскажем. Как будете отмечать праздник 9 мая? На даче. Ой, здорово. Конечно. Чтобы не было коронавируса. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.